Сообщение о возгорании резервуара поступило накануне утром. На место выехали несколько пожарных расчетов. Все собралось около 40 огнеборцев и 11 боевых машин. За 22 минуты пожар удалось локализовать и предотвратить распространение огня. А спустя 45 минут от возгорания и вовсе не осталось следа. Как вы уже успели догадаться, это все учение. Организовали их не случайно. Связано это с происшествием в Альметьевске, когда 4 декабря на насосной станции «Транснефть» при Камье прогремел взрыв. Результат все спасатели извлекли тела двух погибших сотрудников 29 и 32 лет. В тот момент они находились в резервуаре и очищали его от остатков горючего вещества. В связи с этим руководство МЧС проводит проверки боеготовности пожарных отрядов во всех городах. Целью учения является оценка действий руководящего состава, а также личного состава к выполнению действий по предназначению. Значит, цель данного учения достигнута. Действия подразделений были выполнены согласно действующих нормативных документов. Каких-либо замечаний не было. Поэтому оценка за данное учение и цель достигнута. В сценарии нижнекамских учений аналогичен. Тушение и охлаждение резервуара использовалась вода и пена. На месте работали три боевых группы, которые четко выполняли поставленные задачи – ликвидировать, остудить и спасти заблокированных. Также во время учений присутствовали службы жизнеобеспечения – медицинская и газовая. Спустя час условная задача была выполнена. Никакой среды. Спокойно люди работали. Работали два подъемника, которые подают установку «Пурга». В общем, ликвидировали удачно, успешно и без потерь. Спасибо личному составу, спасибо руководству отряда, спасибо комиссии, которая нас проверяет, чтобы мы не спали. Иначе успокоимся, заржавеем, потом вообще ничего не дадим. А сегодня получилось все нормально. В завершении учения была продемонстрирована работа новой современной мобильной системы компрессорной пены, которая используется для ликвидации огня на малой площади. Учения прошли успешно. Из-за этого следует, что первый отряд пожарной службы готов к любой чрезвычайной ситуации. Ась Лухафизова, Кирилл Темников, Власимагин, НМИДИА. Ась Лухафизова, Кирилл Темников, Власимагин, НМИДИА.